Приветствую вас! Я думаю, что, с одной стороны, вы явно немножечко разбираетесь в психологии, в том смысле, что у вас есть представление и понимание о проблеме, которая имеет место быть. С другой стороны, мне кажется, что вы, ну, несколько утрируете то, что связано с мотивацией. То есть вы ее возвеличиваете, вы ее идеализируете, мотивацию я имею ввиду. Вот. И мне кажется, что проблема, она частично заключается именно в этом. Именно в этом, именно в том, что вот, собственно, вы слишком много значения уделяете мотивации. В контексте как раз, в контексте как раз вот второго момента, да, что вы слишком много уделяете временной мотивации, я думаю, можно говорить о противоречии. То есть вы говорите, что с одной стороны хотите развиваться, с другой стороны, что вас это никак не дожигает эта идея. Ну, получается, что если вас эта идея не дожигает, значит, это желание идет не из сердца. Если вас эта идея не дожигает, значит, то, что вам хочется, не является в прямом смысле этого слова вашим. Получается так. И в таком случае, при таком раскладе, можно говорить о, именно, том, чтобы определить важность. То есть, что для вас важно, действительно, что для вас важно. Вот. Если вы говорите, я хочу развиваться, отговорить собственное дело. Развиваться куда? Чтобы что? То есть, в каком направлении вы хотите развиваться? Вы хотите, что делать, потому что развитие, просто ради развития, оно действительно не имеет никакого смысла, не имеет никакого основания, не имеет направления, не имеет направленности в общем. Понимаете? То есть, мне кажется, мне кажется, что это очень важный момент. Мне кажется, это очень важная история. Мне кажется, это очень значимая ситуация. Вот, потому что вы даже пишите, что мне делать, да, вопрос, а что делать, чтобы что? Что тут, ну, чтобы что в итоге? Ну, вот. Давайте, теперь немножечко разберем ваш вопрос. У меня проблемы с профессией, точнее с мотивацией, нет желания расти, добиваться, вставать повтром на работу. Ну, потому что здесь, в некотором смысле, все очень просто, вы не видите цели для себя. То есть, нет какой-либо цели у вас, нет какой-либо цели, ну, которая, вот, как-то была бы вам важна. То есть, вот, именно цели, такой цели, чтобы она была вам важна, ну, ее нет. То есть, вот, опять же, да, расти, добиваться, вставать по утрам, а чего расти, куда расти, чего добиваться там? По утрам, в том числе. Это, вот, очень важный, очень важный момент. Дальше. Я ничего не желаю, нет эмоциональных пристрастий. Ну, там, это вы не прислушивайтесь к своим чувствам, не принимайте свои чувства и, возможно, не слышите их анна. Этому можно научиться. Значит, в том числе, в работе с психологом. В том числе, в работе с психологом. Но, я не думаю, что вы правы, здесь, на сто процентов. Я не думаю, что вы правы, здесь, на сто процентов, потому что, в практической человек не может, эм, ничего не чувствовать. То есть, что-то, что-то, что-то вы все же чувствуете. Ну, что-то, вот, какие-то вещи, да, что-то вы чувствуете. Что-то вы ощущаете. Вот, другое дело, насколько это для вас важно, другое дело, насколько для вас это ценно, что-то вы чувствуете. Тоже, немножко, эм, ну, тоже, немножко, другой вопрос. Но, совершенно, совершенно, точно, совершенно, точно, могу сказать, что, эм, вот, что-то вы чувствуете. Совершенно точно. Дальше. Так, я ничего не желаю, нет максимальных претраций. Думаю, начало этому было положено в детстве, когда я захвала чем-то заняться или сделать что-то своими руками, мама начинала кричать, что ничего не получится, что я зря потрачу время, время, материалы и деньги. Ну, опять же, вы, наверное, понимаете, что дело не только в том, что мама кричала на вас. Дело в том, как вы сами на это реагировали, как вы сами реагировали на то, что мама, как мама на вас кричала, как вы сами реагировали на то, что она вам, значит, ну, вот пыталась донести, да, то есть вот как вы реагировали на это сами. То есть вот по факту, да, по факту, что вы думали о себе, допустим, в этот момент? Когда вот это, когда это всё вот происходило, происходило, да? Вот. Что вы думали о себе? Ну, что вы думали о себе? Как вы думали о себе в этот момент? Опять же. Это очень важная история. Какие у вас были чувства? Какие у вас сейчас чувства? То есть что вот вы чувствуете в данный момент времени? Например. Да? Что вы чувствовали, допустим, ну, допустим, допустим, тогда, когда это происходило? Чувствовали ли вы что-то? Если ощущали, то, соответственно, как ощущали, что чувствовали? То есть я уверен, что если так вот, если так вот поисследовать, да, то вы увидите, что вы сами в некоторой степени обесценили свои чувства тогда. И, собственно, всё, собственно, всё. И сейчас вы в некоторой степени вот пожинаете плоды от того, что вы о себе думаете, того, что вы сами о себе считаете, и того, как вы, опять же, к себе относитесь. Вот. Сами. Сами по себе. Как вы сами по себе, как вы сами к себе относитесь. По факту. Дальше. Значит, так. Сейчас мне 28 лет, если я сомневаюсь, и если я сомневаюсь в успехе моей идеи или проекта, то с мамой я информацией не делюсь. Ну, обратите внимание на то, что ваша мама, судя по всему, одна. Обратите внимание на то, что вы, судя по всему, точно одна. Обратите внимание на то, что ваша мама себя обесценивает, что она очень не хотела и обоялась, судя по тому, что вы говорите, что у вас получится то, что не получилось у неё. Ну, и то, что у меня проблемы с смсингом. Вот. Опять же, вот вы пишите, если я сомневаюсь в успехе идеи или проекта, то с мамой не делюсь. А почему? Почему не делитесь? Почему не делитесь, вот, собственно говоря? Потому что боитесь, скорее всего. Потому что боитесь и потому что, видимо, вот эта вот ваша неуверенность в успехе, она, ну, скажем, скажем так, слишком глубоко, ну, если можно, если можно так вот выразиться. И тут, опять же, ну, желательно вот этот момент преследовать. Да, то есть, как влияет, допустим, ваша мама, как влияет ваша мама на вашу, ну, к примеру, восприятие себя. Вот. Понимаете? Какая штука. И с этим, мне кажется, тоже нужно разобраться, мне кажется. Дальше идем. Так, делюсь только в том случае, когда поздно или невозможно отступить. И это ощущение, что вы боитесь ответственности. Ну, вот здесь есть ощущение, что вы боитесь ответственности. например, за то, что вам хочется, например, и это ощущение, что вы вот раскрываетесь только когда уже нет выбора. по сути. Вот. Не то, чтобы это, прямо, знаете, вот, совсем плохо, да, не то, чтобы это, прямо, совсем ужасно, но, тут, конечно, конечно, момент подключается именно в том, почему вы делитесь только, когда нет, ну, нет вот, нет выбора. Только когда вас, условно говоря, ну, припекло, да, скажем так, вот. То есть, мне вот кажется, что вот этот момент надо бы обязательно преследовать. Ну, мне так, мне так кажется. Вот. Дальше. Помню момент из детства, очень хотелось Серёжки на особом день рождения. Я, конечно, попросил маму о Серёжках. Помню, она очень хотела их дополучить. За какую-то провинность мама меня наказала тем, что Серёжки так и не подарила. Помню, я не плакала, так как мать часто использовала мои хотимники, как речь, так и лишалась меня того, чего я желал. Ну, то есть, уже в детстве вы подавляли свои чувства и желания. И вас, если обиды на маму. В общем, в тот момент я и приняла решение не делать так яршего липа, ведь всё равно ничего не получил или даже расстроюсь. Также больше не делилась на идеями и проектами, которые она могла запроговаться или отказаться при неудаче. Я же тебе говорила, вот ты никогда меня не слушаешь. Ну, вот здесь прослеживается ваше желание разобраться в проблеме самостоятельно, на мой взгляд, по крайней мере, прослеживается такой, прослеживается такая потребность, скажем так. Вот, но, если честно, вот это вот, ну, этот момент, когда вы вот пытаетесь говорить о решении и так далее, он очень, знаете, он вот, ну, он в буквальном смысле, вот в буквальном смысле, он как будто, как по учебнику написан, вот, я вот думаю, то ли вы пришли к этому случайно, вот, то ли вы пришли к этому, случайно, то ли вы где-то вот про это, ну, прочитали, вот. Что-есть, я вот хотел, наверное, наверное, в этом моменте как-то разобраться, да. Ну, ну, на мой взгляд, это важно. Так-то да, вы решение приняли, но это же решение вы можете изменить. Для этого существуют различные способы это сделать. Например, транзактный анализ можно использовать, можно использовать клиентгенцированный подход, можно работать с обидами на маму, вот, ну и так далее. Сейчас, вот, мне кажется, что здесь достаточно многое зависит от вас, какой вы выберете подход для себя, сами, какой вы выберете подход и что вы, собственно, ну, захотите, в какую сторону вы захотите работать. Дальше, значит, вот, это вот история, что мама при неудаче могла сказать, я же тебе говорила. А это тоже такой очень мощный показатель, очень мощный показатель вашего поведения, в том смысле, что вы сами, значит, можете, ну, стремиться к тому, чтобы обратить внимание мамы на себя таким образом, потому что она проявляет к вам внимание. Вот. И вас внутри, внутри вас это тоже может происходить. То есть, внутри вас вы можете тоже специально совершать какие-то действия, чтобы мама внутри вас говорила вам что-то вроде тех, вот, тех фраз, которые вы привели нам. Вот. Поэтому я думаю, что с этим тоже нужно разбираться. Опять же, немножко подозрительно, вот, немножко подозрительно, то, немного подозрительно. То, что, ну, вот, как-то слишком, как по учебнику, это, понимаете, вот, вот, с личком, как по учебнику, у вас, вот это вот описание идёт, ну, текстов вашего. Вот. Я не знаю, я не знаю, как обстоят дела на самом деле, так, что я, вот, ну, серьезно, я не знаю. Может быть, я не прав здесь, но пока что, что выглядит, вот, вот так. Пока что, выглядит так. Вот. А, значит, дальше вы говорите про то, что... 24 года я окончил университет, уехала в Санкт-Петербург работать. Ну, опять же, да, хочется у вас, соответственно, спросить. Вы уезжаете, значит, работать в Петербург, да, работать в Петербург, чтобы что? Что? Опять же, хочется, вот, спросить у вас. То есть, работать кем, работать как, работать что бы что. То есть, вот мне кажется, что это очень важный момент здесь. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, не просто так вот, что вы просто начали работать и, ну, и все. А, именно, была ли у вас какая-то цель. Понимаете? Это важно. Дальше идем. Так, там я столкнулась с конкуренцией. Было много людей профессиональных у меня. Исправить ситуацию могло доп. образование, на котором у меня было средств. Я уже малость как могла. Дешевое жилье. Не приобретала себе одеты. Старая из нашего. Самое неприятное из всего этого было голод. Отказывалась за всем. Сейчас ситуация выпрямилась, но я боюсь желать. Анна, ну, здесь ваше отношение к, значит, ну, ваше отношение к конкуренции, меня, наверное, интересует. Интересует. Потому что, ммм, такое вот ощущение у меня возникло, что вы оказались не готовы к конкуренции в принципе. Вот. Ну, вот, такое у меня впечатление сложилось, сложилось, на самом деле. Вот. И если это впечатление, условно говоря, справедливое, если я прав, то, ну, вам, возможно, с этим тоже нужно будет поработать. Вот. Потому что вы здесь явно вступаете, вот, в позицию, знаете, вот, ну, в позицию жертвы. То есть вы здесь. Такое ощущение, да, что ведёт себя, как вот, ну, как жертва. Понимаете? Вот. На мой взгляд, с этим вот тоже нужно поработать. Дальше. Что делать? Что делать? То есть что? Опять же, непонятно. Сейчас ситуация выправилась, пишите, ну, пишите, пишите вы. Хорошо, что ситуация выправилась, это супер. Ну, непонятно, значит, как-то вот, ну, делаете ли вы что-то сейчас, чтобы, например, там, допустим, получить образование, как вы говорили, или что-то вроде этого. То есть это вот непонятно. Ну, и по поводу того, что вы хотите открываться, развиваться и открыть собственное дело, я вам уже сказал, да, что эта идея меня не зажигает и не будет меня по утрам. Значит, вам нужно что-то другое. Вероятно, значит, сейчас. Сейчас у вас несколько другие желания и ориентироваться нужно на это. Вот так, в принципе, я думаю. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен, если вам понравился он. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok